Приветствуемые танковые комрады! Со вчерашнего дня Wargaming запустил открытый тест следующего обновления, где главной фишкой является новая ветка китайских ПТ-САУ. Конечно, сейчас еще рано говорить о том, как они будут чувствовать себя в настоящем рандоме, потому что их характеристики могут быть еще изменены. Хотя, интуиция мне подскажет, что скорее американцы похудеют, нежели с ТТХ этих ПТ что-нибудь произойдет. Тем не менее, с горем пополам мне удалось прокатить их в рандоме на тестовом сервере и, так сказать, получить первые впечатления, с которыми я спешу поделиться с вами. Естественно, мы начнем с топа. Итак, WZ-113GFT. Что же из себя представляет эта бутылка? Первое, что бросается в глаза, конечно же, ее орудие. Внешне оно очень похоже на всеми любимый окурок СУ-152 ML20, который беспощадно ломает лица на седьмом уровне до сих пор. По крайней мере, Альфой уж точно похоже. В среднем за выстрел это чудо китайского танкостроения способно нанести 640 единиц урона на ББ, 550 на голде и 960 на фугасах, что практически абсолютно копирует легендарную ML20. Но, естественно, скорострелить и пробить адаптированно под десятый уровень. 4,75 выстрела в минуту дает WZ-DPM в размере 3040, что среди одноклассников далеко не самый худший результат. Также орудие ПТ обладает неплохим пробитием в 290 мм и не самой последней точностью на 10 уровне, что в целом может расстроить прожженного ПТ-вода, так как это всего лишь банальная очередняра. Глядя на подобное жахало, где-то внутри животика запускаются маленькие фейерверки. Уря! Наконец-то появилась мощная фугасница на 10 уровне! Но на деле стандартное ПТ-орудие, которое можно встретить, к примеру, у американцев. Нет, конечно, в исключительных случаях можно кайфануть. Но в целом, увы, если подобную палку американские ПТ компенсируют башней или дьявольской лобовой броней, то про Китай подобного не сказать. Башни у нас нет, да и брони в принципе тоже. На цифрах во лбу УВЗ аж целых 230 мм под хорошим наклоном, что увеличит приведенное значение. Но для большинства ТТ и ПТ в прицеле мы огромный серый чемодан для массовых самоубийств. Что касается бортов и кормы китайцев, то они чуть толще нарезки сервелата и спокойно пробиваются фугасами крупных калибров. Чтобы не быть голосным, возьмем Чифтейн МК-6, фугасы которой имеют разброс от 94 до 127 мм. Против 80 китайца. Более того, практически любая бутылка на уровень ниже способна покарать китайца фугасами, что практически не оставляет ему шансов. Напоследок, маневренность. Для ПТ-САУ, который не имеет башни, очень важна не максимальная скорость, а именно маневренность. Это тот параметр, который отделяет вас от ангара, когда ЛТ или СТ противника идут на сближение. И тут у китайца абсолютнейший провал. 36 градусов со всеми плюшками. Этого недостаточно, чтобы избежать закрутки. Поэтому, если вы допустили ошибку и проворонили СТ, то готовьтесь к изнасилованию. Что касается максималки, то и она не блещет. 38 км в час это уровень Яги Е100 или Е3 или Бабашеньки, которые тащат либо альфой, либо броней. В то время, как китаец потащит вас лишь на привычное. Все, что на нем можно изобразить, это встать в какой-нибудь куст и надеяться на команду. ПТ ну совсем ни о чем. Нужно ли оно рандому? Да примерно так же, как Фаре Тостеру. Если его характеристики не будут изменены в лучшую сторону, то в таком виде она не станет любимчиком даже у самых прожженных ПТ-водов. Кстати, напишите в комментариях свои мысли по поводу ВЗ-113 ГФТ. Впечатлил ли он вас? Или же это неинтересный высер, чтобы порадовать китайской комьюнити на их праздник? Жду вас в обсуждениях. С нетерпением. На этом как бы все. Да, кстати, поставьте лайк видосу, если хотите краткие обзоры всех этих новых ПТ с открытого теста. Ну а пока! Пока!